Их встречают как героев с цветами семерых смелых пилотов покорителей Арктики. На заводе, где собирают мини-самолеты, короткий день среди недели, конструкторы и рабочие ждали около взлетно-посадочной полосы возвращения экспедиции 3 часа. Еще раньше на аэродром приехали журналисты самарских и федеральных телеканалов, газет и интернет-изданий руководства Красноярского района и Самарской области. Нашлись энтузиасты, которые создали группу единомышленников. И мы сейчас с вами можем сегодня наблюдать, когда самолеты, произведенные здесь, совершили по меньшей мере ну такой вот действительно героический перелет по северным арктическим районам. Вот этот период времени был непростым. Около 50 посадок пришлось совершить летчикам для того, чтобы выполнить всю программу перелета. Этот перелет, конечно же, он явится вкладом, довольно существенным вкладом развития малой авиации не только нашего региона, но и всей Российской Федерации. Вторая мягкая посадка. Объятия родных, друзей и коллег. Их не было на родной земле 40 дней. Уникальная авиационная экспедиция не только для Самарской области, но и для всей России отправилась покорять Северный полюс 3 июля. С аэродрома в нескольких километрах от райцентра Красный Яр. На трех самолетах малой авиации Ла-8 и Борей. В составе команды шестеро русских и один француз. Руководитель экспедиции герой России летчик-космонавт Валерий Токарев. За полтора месяца рассказал пилот, он побывал в разных экстремальных ситуациях. Во время отдыха на земле иногда приходилось спать на холодном полу аэропорта, ужинать в компании американских полицейских и мыть ноги в Северном ледовитом океане. Самолеты показали себя с лучшей стороны. Ни одного отказа. Север, он особенный своей вот такой суровостью. Было достаточно много моментов, когда надо было принимать ответственные решения. Туман, погода, возможности там по самолету, по экипажам. То есть нельзя было задерживаться, понимая, потому что всегда хорошей погоды не дождешься. Надо было когда-то и рисковать. 20 тысяч километров вокруг Северного полюса со скоростью 200 километров в час на высоте 3 километров. Летчики побывали в 9 странах. Кроме России они рассказали о Самарском крае и о производстве гидросамолетов в США, Канаде, Гренландии, Исландии, Великобритании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Теперь путешественники планируют по этому же маршруту прокатить всех желающих. Проверили на себе. Это возможно. Нам нужно было получить данные о том, насколько человек различного возраста, будем говорить так, не абориген, способен там перенести и незаходящее солнце, и смену циркадных ритмов, и довольно напряженный ритм работы. Поэтому нашей вот этой работой, я надеюсь, мы смогли показать и доказать, что при наличии мотивации можно, в общем-то, своротить горы, даже те, которые перед нами поставила Арктика. На каждом арктическом путешественнике были электронные датчики, которые снимали показания работы организма. Данные уже обрабатывают московские медики. Впереди у самарских пилотов отдых и снова в полет. Теперь уже в планах покорения Антарктиды на мини-самолетах Ла-8 и Борей. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.